Эти ошибки делают почти все. Ну ладно, 99,9% предпринимателей, которые начинают свой первый бизнес. Давайте обсудим их. Может быть, вы какие-то из них уже сделали, и их не поздно исправить. Или какие-то еще не сделали, и тогда, может быть, и не сделаете. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, 12 из которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Институт Адизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще я автор этой книги «Методология Адизиса. Реальный опыт внедрения», которая вышла в издательстве МИФ. Если вы интересуетесь темами личной эффективности, развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Первое. У нас есть идея, и мы не пытаемся ее проверить, прежде чем бежать воплощать в жизнь. Более того, мы так сильно уверены в оригинальности и гениальности собственной идеи, что мы даже боимся рассказать ее кому-то, особенно публично. Недавно я встретил в Ютьюбе шутку одного очень известного спикера. Он говорит, «Открываю утром ноутбук и нахожу в своем ящике такое письмо. Дорогой такой-то, у меня есть идея, я хочу получить ваш совет и ваше мнение, но сначала подпишите, пожалуйста, договор о неразглашении». «Да пошел ты!» – в сердцах высказался тот спикер. Но в этой шутке есть большая доля правды. Молодые предприниматели не понимают двух вещей по отношению к идеям, как таковым. Первое. Одни и те же идеи приходят в голову разным людям в разных частях мира и очень-очень-очень часто. И второе. Идея ничего не стоит без исполнения. Исполнение или, как принято называть в англоязычном бизнес-сленге, «экзекьюшн» – вот он, король. Можно завалить супергениальную идею, а можно слабую превратить в сильную. Поэтому не надо бояться делиться своими идеями, но есть важный аспект – с кем и как. Делиться с родными и друзьями бесполезно. Ну, почти. А вот делиться с людьми, которые знают рынок – это да. Притом с двумя, тремя, пятью, с одинаковым профилем. Ну и потом, прежде чем запускать сам проект, нужно сделать то, что модно сейчас назвать MVP – минимально жизнеспособный продукт. Суть в том, что прежде чем запускать полноценный проект, нужно запустить нечто маленькое, недорогое, которое, тем не менее, покажет, насколько ваша идея интересна рынку или нет. Ошибка номер два. Слабое или отсутствующее планирование и стратегирование. Что я имею в виду? Когда вы делаете первый бизнес, вы, вероятно, не делаете планирование письменно. Конечно, есть исключения. Если вы делаете IT-стартап в бизнес-инкубаторе, вас просто заставят написать детальный бизнес-план. Но в остальных случаях вам кажется, что ни бизнес-план, ни письменно задекларированные бизнес-цели вам не нужны. А зачем? Я и так сам себе начальник, как хочу, так и поступаю. Но на самом деле это крайне неправильная и опасная позиция. Бизнес-цели и планирование наводят порядок в вашей голове, помогая вам же четче определиться, куда и зачем вы идете. А во-вторых, это приобретает особо важное значение, когда у вас появляются первые сотрудники. Им-то тем более надо объяснить, ради чего мы здесь работаем. Ошибка номер три. Отсутствие фокуса. Кто-то это называет слишком много целей. Я бы сказал, слишком много хотелок. Потому что цель это нечто зафиксированное, осмысленное и декомпозированное на задачи. А хотелки это типа, я бы хотел 100 тысяч подписчиков на этом канале. Я бы хотел 10 тысяч долларов от рекламы на этом канале. Или что-то в этом роде. Что в этом плохого? Кажется, это напрямую противоречит предыдущему пункту про отсутствие целей. Да ничего подобного. Когда хотелок много, а главной цели нет или она неосознанно, это приводит к расфокусировке. Если продолжить пример про YouTube, ты работаешь ради цифры подписчиков или ради денег? Денег от YouTube или от рекламодателей? Не удивляйтесь, но это разные стратегии. Если ради подписчиков, вам нужно прилагать максимум усилий, чтобы подцепить на крючок подписчика и заставить его подписаться. Но если ради денег от YouTube, то вам необходимо максимализировать количество просмотров на этом видео. И не сильно заморачиваться о подписчиках. А если ради денег от рекламы, то вам надо рассказывать о себе потенциальным рекламодателям. И это три совершенно разные стратегии. И беда в том, что вы не можете достигать всех этих целей одновременно. Ваше время и энергии не безграничны. Поэтому нужна главная цель, которая определяет. А остальные пусть будут вспомогательными. Ошибка номер четыре. Преждевременное деторождение. Молодые предприниматели чрезмерно открыты к новым проектам. Особенно, когда достигли первых, пускай не очень значительных успехов в первом проекте. Им кажется, что они уже знают суть бизнеса, как он делается, как зарабатываются деньги. И они готовы ко всевозможным расширениям, прибавлениям, направлениям, ответвлений и т.д. Но в большинстве случаев этот путь ложный и опасный. Почему? У вас еще нет компетенции для того, чтобы строить бизнес по-взрослому. Правильно нанимать людей, правильно мотивировать, контролировать и т.д. Поэтому бездумное метание в разные стороны только отвлечет вас от основного направления и не принесет ничего дополнительного. Ошибка номер пять. Интуитивная кадровая политика. Когда вы нанимаете людей первый раз в жизни, вам кажется, что лучший кандидат – это тот, кого вы хорошо знаете. И нанимаете друзей и родственников. Но именно с этими людьми есть больше всего проблем. Их сложно уволить. Они будут воспринимать увольнение как личное оскорбление, и вы рискуете потерять с ними дальнейшие контакты. Ими сложно управлять. Они думают, что делают вам одолжение тем, что они пришли к вам работать. Они в 90% случаев недостаточно компетентны по отношению к той работе, которую вы на них возлагаете. Вопрос. Зачем вам все эти риски? И друзей потеряете, и сотрудников не приобретете. Ошибка номер 6. Недооценка необходимых инвестиций. Переоценка возможных результатов. Если подробно расспросить ожидания у предпринимателей, делающих свой первый бизнес, они настроены всегда очень оптимистично, и это хорошо, иначе у них просто не было бы достаточной энергии, чтобы все это начать. Но они недооценивают количество энергии и зачастую денег, которые наверняка придется вложить в этот бизнес, и переоценивают возможные финансовые результаты. И с точки зрения скорости их получения, и с точки зрения их количества. Сама природа бизнеса очень конкурентна, а значит очень непредсказуема. Предположим, вы решили открыть маленькую приятную кофейню в вашем квартале. Вы изучили рынок, вы стали суперспециалистом по кофе, у вас есть план по дням. Это маловероятно, но давайте предположим. Вот вы открылись, вот первая неделя, все идет отлично, как вы запланировали. Это тоже маловероятно. Но давайте предположим. В конце недели, когда вы уже решили открыть бутылочку шампанского, вы замечаете, что в помещении напротив появилась вывеска «Ремонт, тут будет кофейня, откроемся через два месяца». А вот этого вы не ожидали. Особенно если та вторая кофейня принадлежит сети, у которой уже есть 50 подобных, и у которой все процессы доведены до идеала. Ваш бизнес-план в том виде, что вы его написали, наверняка рухнет. В том числе в тех пунктах, где вы планировали окупаемость вашего проекта. Потому что часть вашей клиентуры наверняка уйдет конкуренту. Но это не конец вашему бизнесу. Это возможно только его начало. Вы просто изменитесь, сделаете ваше заведение максимально не похожим на конкурента, и будете работать дальше. Но знаете что? Важно быть психологически готовым к тому, что все будет дольше и сложнее. Зачем? Чтобы правильно распределять свою энергию. Потому что, и я не устану повторять эту мысль на этом канале, главный актив малого бизнеса – это энергия его основателя. И последняя, седьмая ошибка. Она, на мой взгляд, главная и одновременно самая странная. Изобретать велосипед самостоятельно. Только подумайте, какой бы бизнес вы ни начали, существуют люди, которые до вас этим занимались, или занимаются прямо сейчас. Они уже прошли тот путь, они уже набили те шишки. А кто-то даже и не по одному разу. Вы решили открыть груминг-салон для собак. Посмотрите, сколько их есть в разных городах. Вы решили открыть кофейню? Оглянитесь вокруг. Есть тысячи людей, которые это делают прямо сейчас, и это обладатели бесценных для вас знаний. А есть еще бизнес-менторы, которые видели разные бизнесы и могут подсказать, какие классные идеи из одного бизнеса можно внедрить в другом. И для меня до сих пор загадка, почему эта супер простая идея не приходит в голову начинающим предпринимателям. Ведь час общения с таким человеком способен уберечь от недель, выброшенных впустую, и от потери денег из-за решений, которые принимать не надо было. На этом канале есть сюжет, как ментор может помочь малому бизнесу. Посмотрите его обязательно. Ссылку на него я дам буквально через полминут. Друзья, напишите мне, приходилось ли вам встречать какую-либо из этих семи ошибок или, может быть, вы сами какую-то делали? И какие выводы вы извлекли? И какие выводы вы извлекли? Мне будет очень интересно прочесть ваши комментарии. Ну и, конечно же, напомню, что если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса, вашей карьеры или ваше личное развитие, то вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому видео. Ну а если ролик вам понравился, то наградите его лайком. А чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных, а главное полезных, видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться, а главное на колокольчик. Ну и вот вам ссылка на обещанное видео про ментора для малого бизнеса. Посмотрите внимательно, подумайте и сделайте правильные выводы. Правильные для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!